В прямом эфире Вести Хакасия в студии Анна Ахпашева. Здравствуйте! Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в республике. И сначала коротко о главных из них. Кнутом и пряником глава Хакасии пообщался с жителями северных районов республики. Проект заработал. В Абакано-Черногорской агломерации началось возведение первых предприятий. Октябрь был теплее обычного на 10 градусов, а ноябрь завалит снегом. Какие еще сюрпризы преподнесет осень напоследок? В эти дни северные районы Хакасии под пристальным вниманием республиканских властей. Сегодня закончилась двухдневная рабочая поездка главы республики по Аширинскому и Аджиникидзовскому районам. Сегодня в Шира Виктор Зимин посетил аграрный техникум и принял участие в открытии нового учебного центра автомобильных классов. Теперь техникум Шира сможет готовить не только специалистов аграрного сектора, но и для угольных, золотодобывающих и других предприятий. Обновился и автопарк. Сегодня глава обучил техникуму автомобиль КАМАЗ. А старые машины отправили в музей. И он тоже может служить местом практических занятий. В некоторых хозяйствах такая техника до сих пор выходит в поля. Также в ходе выездного заседания в Ширинский район подведены итоги уборочной в Хакассии. Этим летом два района заливали дожди, а ряд территорий страдали от засухи на полях. Сложные погодные условия сопровождают Хакассию и на протяжении всей уборочной. Из-за дождя и снега зерно теперь осыпается. Поэтому средняя урожайность меньше прогнозируемой. Чуть больше 15 центнеров с гектара. Самое главное, надо сохранить поголовье. Это задача номер один для всех хозяйств. Там, где тяжело, помочь кормами. Но поголовье не теряем. Мы, я знаю, что по кормовым единицам мы закрыли республику, все равно мы набрали их. Больше группы кормов в этом году заготовлено. С сочными чуть поменьше. Очень радуют те цифры, которые есть у вас за плечами. Я сегодня смотрел показатели Жилинского района и увидел эти цифры. Надое молока. Они все равно почти на тысячу литров выше, чем в лучшие советские времена. А накануне Виктор Зимин побывал в двух отдаленных селах от Женикидзевского района. Зачем жители села Новомариасова подарили председателю правительства КНУД? И как Виктор Зимин обучал сельчан грамотному менеджменту? В материале Елены Крыловой. И за здравствуй из деревня, и за здравствуй из села! Не все время должны просить. Мы все это хотим, вас поблагодарить. В Новомариасово разрешилась культурная проблема. Местный ДК ровесник поселка до этого момента стоял наполовину закрытым. Без зрительного зала, который сгорел 20 лет назад. Фильмы особенно любила индийские и всегда бегала. Поручил руководству района довести ремонт до конца и вернуть зрительный зал Виктор Зимин в начале июня. На все ушло больше 6 миллионов рублей. Вы ждали 20 лет? А я в Москве говорю, когда что-то попрошу, я говорю, 300 лет у нас не было. В Новомариасово Виктору Зимину подарили кнут. Намекнули, понимают, поддержка сел не манна небесная. Шутки шутками, а разговор именно в этом русле и пошел. Бюджетных денег на деревню не жалко, но отдача быть должна. Очень много лет вас здесь сделать. Сколько вы продукции нам дадите на столы, да? Я бы очень хотел, чтобы сельчане меня поддержали, что нам нужны производства. Как мне сейчас говорят, не будет у нас разрезов, не будет того. Где деньги брать? Зарабатывать же тоже где-то надо, правильно? Нам нужны новые заводы, фабрики. В Кангарово кажется, что на встречу с Виктором Зимином пришло мало людей. На самом деле это практически все активное население малого села. Работа по поддержке здесь началась с 1 мая. Сегодня подводят итог. На единственной улице асфальт, хоть и летний, но водопровод, снесены бесхозные развалины, убран мусор. Курирует Кангарова Минтранс. Здесь люди ничего никого не просят. Они хотят жить и работать на этой земле. В этом году в малых селах впервые стали платить за каждую корову 500 рублей в месяц. Я просил сейчас у Медведева поддержки еще, чтобы Россия помогла. Вошла в такой же программой. Нам бы намного было проще, да, за корову давать, допустим, 2000 рублей в месяц. Оно бы солидной прибавкой стало. Но, пожалуй, самое интересное событие этой поездки – проект программы поддержки тех, кто пожелает строить дома в малом селе. Виктор Зимин поручил Минфину рассчитать среднюю сумму затрат и возвращать ее жителям. Сегодня это необходимость. Ведь с того момента, как власти обратили внимание на малые деревни, только в Кангарова вернулись жить четыре молодые семьи. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Сегодня коррупционный скандал в рядах МЧС Хакасии получил продолжение. Арестован бывший помощник начальника управления Вячеслав Титов. Он обвиняется в том, что незаконным путем добился присвоения своей жене звания майор внутренней службы. Напомним, на этой неделе стало известно, после проверки Республиканской прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере в составе организованной группы». В деле оказались замешаны несколько высокопоставленных сотрудников управления, в том числе замначальника финансово-экономического отдела. По версии следствия, Елена Фетисенко начисляла сотрудникам премии, а потом требовала вернуть часть полученных ими денег за возможность получать поощрение в дальнейшем. За два месяца собранная сумма составила около 185 тысяч рублей. Фетисенко была задержана, однако в среду ее выпустили под подписку о невыезде. А сегодня задержали Вячеслава Титова, до недавнего времени занимавшего должность помощника начальника управления МЧС России по ХКС. В течение 48 часов ему должна быть избрана мера пресечения, возможен и его дальнейший арест. Черногорск в ближайшее время, очевидно, ждет большой промышленный рывок. В городе начинается строительство технопарка. Именно он соберет на одной территории десятки самых разных предприятий. Первая площадка появится на окраине девятого поселка. Власти там уже обустроили инфраструктуру. С подробностями Константин Кравцов. Около года потребовалось властям от создания проекта на бумаге до воплощения его в жизнь. Собственно, и вот первое чертание Черногорского технопарка, точнее сказать, его инфраструктура. В чистом поле уже появилась новая электролиния на 10 тысяч вольт, канализация, активно строится дорога и водопровод. Стоит отметить, амбициозный проект республиканских властей не имеет в Хакасии аналогов. Технопарк в Черногорске призван представить собой своего рода костяк предприятий малого и среднего бизнеса. На территории парка планируется до 30 самых разных бизнес-производств. И что немаловажно, вместе с развитием экономики, город снижает уровень безработицы. Промпарк Черногорский сможет трудоустроить более 3,5 тысяч человек. Ключевым показателем это как раз и является создание новых предприятий, обеспечение работы населения. Прежде всего, конечно, это города Черногорска, как монопрофильного населенного пункта. Ну и дальнейшее развитие промышленного парка. Благо, территория, которая сейчас отведена под сам промышленный парк, она довольно-таки большая. Первые инвесторы – 5 предприятий. Это и переработка дикоросов, ягод и грибов, производство пушнины, а новокузнецкие предприниматели откроют фабрику по брикетированию угля. Первенцы Черногорского технопарка смогут начать работы уже на днях. По сути, власти обеспечили инфраструктуру, теперь предприниматели должны построить свои объекты. Ну а завтра будет официально подписано соглашение о сотрудничестве между чиновниками и инвесторами. А первая продукция, по прогнозам, должна сойти с конвейеров примерно через год. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. В селе Берегчули Аскизского района умер 4-месячный ребенок. Следователи сегодня выясняют причины смерти. По предварительным данным, мальчик родился здоровым, в полной благополучной семье. Вечером 28 октября мать уложила сына спать в детскую кроватку, а утром родители обнаружили его без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть младенца. Точную причину гибели установит экспертиза. На нее уйдет не меньше месяца. Фальшивую 100-долларовую купюру выявили в одном из банков Абакана. В отделении ее принесла женщина, она хотела обменять деньги. Банкноту приняли, однако решили проверить более тщательно, отправив на экспертизу в Национальный банк Хакасии. Исследование подтвердило факт подделки день знака методом овсетной печати. Со слов женщины, эти 100 долларов много лет назад ей подарили родственники из Кызыла. Откуда они взялись у них, неизвестно. В Устебаканском районе в реке Уйбат найден труп мужчины. Страшную находку сделали рыбаки в одном километре от Аала Черков. Говорить о том, что это тело пропавшего рыбака из соседнего Баградского района, пока рано. Напомним, еще 9 сентября 41-летний мужчина отправился на рыбалку на Красноярское водохранилище и не вернулся. Поиски продолжались довольно долго, был даже задействован вертолет МЧС, но облет территории результата не дал. Личность найденного накануне трупа мужчины устанавливается. Традиции культуры малочисленного народа возрождают в Хакасии. Речь идет о шорцах. Балыксинский сельсовет – одна из трех территорий республики, где проживают шорские общины. Поэтому именно в Балыксе было принято решение построить музей-избу. Его в торжественной обстановке открыли накануне. Шорское жилище обустроили в соответствии с национальными традициями. На полках бытовая утварь, посуда, орудия труда, одежда. Музей разместили рядом с местной школой, в которой обучаются и дети шорцев. По словам педагогов, ученики не знают родного языка. Более того, говорят на национальном диалекте далеко не все родители. Музей станет своего рода связующей нитью между настоящим и прошлым. Поэтому для этого и строим, чтобы проводить уроки. И надеюсь, что наши ученики в шорце вспомнят свои традиции. Эта изба теплая, она действующая, печка настоящая. Со временем проведем отопление. Солисты двух театров Большого и Красноярского оперы и балета выступят на сцене Республиканской филармонии в качестве подарка к юбилею заслуженной артистки Хакассии Зинаиды Аршановой. День рождения певица уже по традиции отмечает на сцене. В прошлом году она облистательно пела любовную лирику. В этом в программе «Оперный арий», который «Золотой голос Хакассии» исполнит вместе с приглашенными солистами. Тенор Константин Толстобров и баритон Андрей Селенко выйдут на сцену с виновницей торжества не в первый раз. Несколько лет назад они познакомились на гастролях в Англии, где Зинаида Аршанова исполняла главную партию оперы Пучини «Мадам Баттерфляй». Сдержанные на эмоции английские зрители тогда высоко оценили ее лирико-драматическое сопрано. Завтра, 1 октября, солистка филармонии, заслуженная артистка Республики вновь представит теперь уже в Хакассии фрагменты всемирно известного произведения в первом отделении концерта, а во втором – романсы, песни российских и зарубежных композиторов. Все это получилось совершенно не специально к дню рождения. День рождения – это просто приятный повод собраться нам всем и попеть. Сделать подарок не себе, но зрителю в первую очередь. Мне очень приятно, что они все приехали, что надеюсь, что все хорошо прозвучит. И в такой крупной форме в Абакане я, собственно говоря, впервые. На днях медики Хакассии подвели промежуточные итоги массовой диспансеризации взрослого населения. Больше половины, 51%, нуждаются в дополнительном обследовании, в том числе и по причине избыточного веса. Полные люди на улицах Республики сегодня действительно привычные явления. Для них уже работают целые индустрии отдыха, питания и даже моды. Многие женщины с пычными формами, порой не понимая своей уникальности, пытаются одеться как можно скромнее, прикрываясь мешковатыми моделями платьев и балахонистых туник. Однако сегодня есть множество способов преподнести себя в лучшем свете, подчеркнуть достоинства. В этом году дамам стоит обратить внимание на платье фасона типа футляр. Так как может быть и цвет разным, и структура ткани может быть тоже разной. Большое внимание нужно обратить на пояса, то есть какие-то складки, либо украшения на ткани, либо это может быть украшения на шее, или какие-то рисунки именно на ткани, но они должны быть не крупными. Любительницам юбок стоит обратить внимание на классику. Юбка-карандаш подчеркнет округлость форм, не портя силуэта. В дополнение к такой модели подойдут жакеты или пиджак по фигуре, а также длинный кардиган. Важно дополнить аксессуарами. Модные, яркие – отличный способ выделиться из толпы и скорректировать некоторые нюансы фигуры. Аксессуары должны быть крупными. То есть, если вырезы V-образные, то у нас могут быть какие-то медальоны крупные, либо цветы. Все зависит от того, куда вы идете, и для какого мероприятия вы одеваетесь. Если это будут полосы, то они должны быть вертикальными. Обязательно ни в коем случае не горизонтальные. И, еще раз повторюсь, очень хорошо широкие ремни. Стоит помнить, что мороз – моде не помеха. Полным дамам модельеры рекомендуют носить шубы обязательно с коротким ворсом и интересным воротом. Не хуже будет смотреться удлиненное теплое пальто. В цветах платьев и блузок ограничений нет от черного до ярких. В зависимости от того, что идет к лицу. При этом рисунки и узоры в большом почете у модельеров. Главное помнить – идеально на любой фигуре будет сидеть лишь та вещь, которая подходит по размеру. Ноябрь не принесет неприятных сюрпризов жителям республики. Будет в меру холодно и тепло. А к концу месяца уже можно будет кататься на санях и лепить снеговиков. Последние октябрьские дни по погоде напоминают весенние. Специалисты гидромета отмечают – температура воздуха действительно превышает норму, причем на 8-10 градусов. Тепло продержится еще некоторое время до ближайшего понедельника. В выходные днем ожидается около плюс 10, а вот начиная с 4 ноября похолодает. Днем в первой декаде ноября столбики термометров не будут подниматься выше плюс 3, а ночами опустятся до минус 7. С середины месяца повеет по-настоящему зимними холодами. Вместе с этим можно будет ждать и снега. В ноябре температура будет меняться очень резко, и перепады будут составлять 20 градусов. Колебания температуры будут наблюдаться от минус 2 до минус 25 в ночное время, и от плюс 15 до минус 10 в дневное время. У меня к этому часу все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте. Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся.